Так, ну что, всем привет! Сегодня поговорим, почему криптовалюту считают скамом, почему ее называют таковым, почему многие люди не верят, даже те, кто занимаются там хайп-проектами, каким-то бизнесом, да. То есть я понимаю, что большинство людей, ну, они все-таки сомневаются в криптовалюте, я понимаю, отчасти даже считают ее казино, но по сути, если так порассуждать, то все в нашем мире финансовая пирамида, что банковская система, хотя многие, может быть, со мной не согласны, но это так и есть. То есть банк функционирует за счет притока новых денег, вот и все. Поэтому, ну, хотите, можете поспорить со мной в комментах. Вот, поэтому, что банковская система, что там государственная система и так далее. То есть государство существует за счет налогов, если бы налогов не было, оно просто обанкротилось, вот и все. Либо каких-то, скажем так, пожертвований других стран и предоставления там транжа и так далее. Вот, поэтому хочу обратить ваше внимание на YouTube-канал «Профитные дядя», где люди с огромным опытом в торговле криптой освещают все важные и актуальные новости криптовалютного мира. Канал будет очень полезен и информативен для начинающих трейдеров, которые ищут действительно качественный контент по крипте, на котором можно заработать. От меня рекомендации и похвала данному каналу за столь объективное мнение и чистоту информации. А еще на данном канале проводятся розыгрыши под каждым роликом на 600 долларов. Три призовых места по 200 долларов в эфире за каждое место. Рекомендую не упускать свою возможность поставить ролик на паузу и подписаться на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Ну это лично мое мнение. Вот, а если по поводу криптовалюты, то, соответственно, если бы не было, естественно, понятное дело, не было веры в крипту, не было бы крупных инвестиционных каких-то компаний и веры вообще в целом в это все дело, то, соответственно, естественно, крипта не росла и так далее. Но я напомню, что было у нас, получается, в марте месяце, у нас было в марте месяце, то есть биткоин упал. Я вот, это показательный случай, то есть у нас биток упал, да, скорректировался здесь, скажем так, на сколько тут мы упали, на 50%. Я помню, как во всех новостях там писали на форклоге, либо еще где-то, либо там по телевизору могли даже, я слышал там от знакомых там, что вот якобы биткоин там скам и так далее, и на ютубе, и везде там, и на англоязычных, и там CNBC, где только не говорили, что вот там опять схлопнулась ваша пирамида, опять ваши там битховены упали, да, и, соответственно, все там так смеялись, но те, кто закупился вот здесь, они, конечно, озолотились, потому что мы выросли почти там в 10 раз даже больше, вот, с 5 тысяч долларов, вот, да даже если по 10 тысяч долларов, ну, 5x можно было забрать, и по тому же эферу можно было тоже озолотиться. Вот, поэтому на данном этапе, я помню, говорили, что вот, во-первых, мы там идем на, там, 3-2 тысячи долларов, там, чуть ли не на 500 долларов за один биток, и, соответственно, мы можем упасть, и я помню, тут кричали, что биткоин скам, да кому он нужен, да не будет он там никогда стоить больше 20 тысяч долларов, ну, и по итогу мы постояли в накоплении, в консолидации, да, я тоже, конечно, не ожидал, что мы так резко выйдем за 20-ку, и я думал, у нас будет коррекция на 20-ке, но коррекции все не было и не было, потом у нас были тут мимолетные откаты, и каждый раз все думали, что это каждый раз скам, ну, и по итогу, естественно, большинство как же зашли хомяков, они позаходили, естественно, на хаяк, вот, даже тот же Илон Маск зашел уже там не заранее, хотя, ну, кто его знает, это он зашел с компанией Тесла, а он-то мог закупиться еще и на 5 тысячах долларов, правильно, правильно, то есть вот здесь вот это было 8 февраля, когда мы там подросли на 8 тысяч долларов или там на 9, на 20%, и, соответственно, за счет этого хайпа там, что Илон Маск принимает биткоины как платежное средство, ну, именно Тесла компания, да, то он принимает, то он не принимает, и в итоге, то там я слышал, и Насим Талеб говорил, что биткоин это скам, то там еще кто-то говорит, что это скам, ну, то есть кто только не говорит, а потом по итогу оказывается, что у них там несколько биткоинов завалялось на холодных кошельках, да, либо еще там что-то, либо они там внезапно поменяли свое мнение, ну, то есть это, понимаете, они переобуваются постоянно, поэтому ориентироваться на это я не вижу никакого смысла, то есть вы либо заходите и инвестируете, ну, то есть, понятное дело, вы вкладываете в это какой-то риск, и зарабатываете, либо, соответственно, маетесь херней и думаете, что там биткоин скам или там остальные, ну, неважно, там любая криптовалюта, то есть, понятное дело, большинство монет, которые листятся, вот, наверное, процентов, ну, 95, если не 98, вот эти новые, которые, ну, если за ней там не стоит какой-то, если это не DeFi какой-то проект, то, ну, тоже, они, конечно, скамятся некоторые из них, вот, но если это вообще какой-то безымянный проект, который там залистился, ну, вот, любой там можно повести по типу шиба, да, то, соответственно, естественно, они там могут скамануть, они выстрелили раз-два там, и потом после этого у них происходит скам, и либо у них там просто вот такая вот консолидация, они там на месте стоят, либо они вообще тупо падают, вот, допустим, как монета можно повести пример V-Power, то есть она тоже там дала иксы, и потом она начинает падать, видите, вот, наподобие вот такого может быть, то есть вообще профита по ней, ну, никакого, она там могла выстрелить, и все, и дальше она просто валится, либо дальше стоит на месте, поэтому большинство монет, они тупо бесполезны, которые добавляются, вот, есть, конечно, стоящие проекты, но таких, конечно, единицы, которые там могут в дальнейшем что-то из себя представлять, давать какие-то иксы, ну, суть, к чему сводится, суть, естественно, к заработку, вот, если вы хотите прям вообще бешеной надежности, вкладывайтесь в топовые монеты, которые, вот, обзор рынка криптовалют, я делаю, если вообще прям бешеной уверенности хотите, чтобы, с минимальными рисками, это биток и эфир, ну, опять же-таки, я бы не рассчитывал тут на мега-иксы, это разве что инвестиции на 5-10 лет, а то и больше, вот, поэтому, ну, есть, такие долгосрочные, а по поводу того, что считают скамом, ну, считают, да и считают, понимаете, то есть можно считать скамом все что угодно, можно и, я не знаю, любое абсолютно производство посчитать скамом, если они там что-то накосячили, либо у них какие-то убытки, то есть, допустим, в любом случае идет рост, а потом идет коррекция, и я помню, вот здесь даже кричали, о, все, мы там идем на 20 тысяч долларов, на 10 тысяч долларов, ну и что, ну, то есть, я по итогу сказал, что мы вот этот, вот эти два нисходящих канала перекрываем и летим дальше наверх, ну, что и произошло, отросли мы на 50%, ну, и потом люди кусают локти и говорят, а, ну да, ты был все-таки прав, ну да, а потом, я помню, мне писали вот здесь вот, что я там не шаю, что мы там, то ты идиот, мы там идем на 20, на 10 тысяч долларов и так далее, я допускаю такую возможность, что мы даже с этих отметок можем сходить, но то, что показывают на данном этапе, я работаю с текущей ситуацией, вот и все, поэтому надеяться там и молиться, что биткоин опять сходит на 5 тысяч долларов, ну, это смешно, может быть, такое когда-то и будет, но это, я сомневаюсь, что будет очень скоро и вообще, когда бы то ни было, уже будет, вот, поэтому, ну, те, кто посмеялись, ну, соответственно, сейчас, грубо говоря, обосрались, поэтому на данном этапе в целом биток у нас валится и по поводу битка я записывал отдельный видос из ситуации в целом, что я жду там и так далее, вот, можете глянуть на канале, поэтому по поводу того, что считают скам, ну, пускай считают, то есть мы будем зарабатывать, а они пускай дальше там спроят скам, не скам, не надо никого слушать, прислушивайтесь к себе и решите для себя, вы хотите зарабатывать на этом рынке, либо вы хотите заниматься вот этим, вот этим выносом мозга скам криптовалюта, либо нет, ну, даже если это и скам, хорошо, если на этом скаме можно заработать, я буду на нем зарабатывать, почему бы и нет, вот, поэтому мне без разницы, какие я руки на нее вешают, я буду продолжать работать с этим рынком и пока он дает свой профит, не будет давать профита, ну, может быть, потом в будущем и буду вкладываться в технологии, но по большому счету это нужны какие-то более серьезные инвестиции, чем там тысячи или там десятки тысяч долларов, там это нужно уже сотни тысяч долларов, а то и миллионы, какое-то продвижение было, вот, поэтому такие дела, всем удачи, всем пока, профитные дяди, это ютуб канал, где трейдеры с огромным опытом освещают одни из самых важных экономических новостей, что влияют на цену крипты, а еще раздают по 600 долларов в каждом ролике, ссылка на канал в описании под роликом.